Марина Кудина. Всем привет, Аркутска. Владимир Башкарнастан. Проказывает приолета баскирии. Согласен. Видите, и вас тоже. Многие деревья все в зиму не сбросились. О-о-о, не сбросились. Мороз под 40. У меня абрикосы еле отошли. А все абрикосы из южных костей погибли. Через все до сих пор несколько листьев на ветке. Пробую его отлить. У нас даже здесь сначала весны нет. Вы знаете, спасибо за ваше письмо. При слове отлить я его ненавижу. Для меня это одно из самых страшных слов. Его придумал не я. Его придумали те якобы специалисты, которые говорят, дерево погибает, его надо отлить. И рвется безмерно количество воды. Когда дерево погибает, оставьте его в покое. Вообще не подходите к нему. Вы можете только навредить. Владимир, спасибо за это письмо. Вы мне дали возможность рассказать свое мнение. Так, ну земляк с Харькова, слушаем вас. Если выращивать косточковую культуру на месте с близкими годами или в низинах, где всегда сыра, само собой нужны холмы не менее полуметра, а лучше больше. И поливать на корневые отводки слив, заранее привычные абрикосы к сливу, методом наслоения нащищения неотара. У корневых отводков сливы яблонь север короткая корневая слива поверхностная, без чужневого центрального корня. И они могут жить на местах с близкими годовыми водами. Лучше подвой будет китайская слива для этих целей. И с помощью китайской сливы можно и абрикосы, и перчики, и сливы, и любые гибриды, а лучше выращивать на местах с близкими годовыми водами. Но нужен особый, повышенный слива, приводенный материал. Так, все отлично, все прекрасно. Деловое единство, а вы знаете, Артем, у нас есть с вами общий канал. Помните, там наша женщина с Канадой. Помните, супер-садовод из этого, из СУМ, Валерий Александрович. И вы к нам присоединились. У меня к вам есть такое замечание. Вы мне уже писали там, на том канале, но явно мне адресуя. Вы написали мне примерно, ну фактически целые лекции. Вот. Пожалуйста. Это мой совет на будущее. Вы можете быстро выбиться в люди, даже в лидеры. Надеюсь, что завтра кончится. У нас уже будет тогда не это, не фронтовая граница, а административная с Украиной. Вот. И мы будем дружить и даже ездить в другую гость. Но замечание следующее. Я тогда внимательно длинные ваши эти самые письма прочитал. Фактически это лекции. Я даже вам посоветовал написать лекции и даже печататься уже в газетах. Вам 20 лет. Вы из тех ранних, которые можете за пользу заткнуть, тех ветеранов, которые до сих пор не знают, что у деревьев нет лишних веток. Вот. И прочее, и прочее. Но замечание мое очень серьёзное. Когда вы пишете, вот как здесь. Абрикосы к сливу по методу настроения насыщения метра. Что надо было дописать здесь? Скобка. Автор железа. Всегда. Вот там, где это. Вы про холмы железа. Там, где близкая грунтовая вода и корневая система железа. Только тогда вы добьётесь и успеха, и уважения. Вот. А то иначе получается, что вы сами всё это придумали. Вы же здесь не говорите там. Уважаемые. Вот если бы Артёма Семеченко, вы бы написали. Уважаемые коллеги. Вот. Я вам сейчас процитирую избранные места от железа. Это всем нам пригодится. Вот. А вы от своего имени написали, так? И когда-то может получиться так, что кто-то о вас скажет, когда вы станете академиком, тема года. Кто-то скажет, а вы не настоящий. Вот. Потому что вы в своих статьях нигде ни разу не упомянули автора. Потому что это тоже насыщение ментора, наслоение ментора. Это мировое открытие. А здесь получается, что, извините, вы открыли. Вот. Учтите это. Я вас очень прошу. Вот. А вы уже... У вас мгновенная реакция. Буду исправляться и упоминать вас. Вот. Вот теперь всё нормально. Мне неудобно вас исправлять. Я думал, вы сейчас статью напишите. И теперь я вам скажу. Вот. Буду исправляться, упоминать. Теперь я с вами говорю. Даже на равных. С огромным уважением. Раз вы упомянуете, что наслоение ментора, в скобках автор железы и прочее, прочее. Вы, пожалуйста, у вас свой талант. Вы схватываете на лету. Потому что то, что я там где-то упоминал. Одну известную садовод и черешневодную. Другую. Крупнейший по этим, по абрикосам. Их уже поздно. Когда уже поправили человека, она всё равно. Нет, заглубляйте. Ведь смертельно. Нет, заглубляйте. Вы всё схватываете на лету. Вот сейчас то, что вы мне написали, то письмо длинное. Ну, подумаешь, забыв меня упомянуть. Вы уже отправляете его в председательное хозяйство. Надо их перестраивать. А вы новый человек. Меня они терпеть ненавидят. Тоже председательное хозяйство. Журнал. А вас-то они не знают. Вот. Только не упоминайте. В данный момент Украину. Ну, время такое. А просто, а Тём Семенченко. А то, что вы напишите Харьков, они могут даже не заметить. По какую сторону границы Харькова. Вот. Не такие уж они грамотные, как я понял. Редактора. Вы им напечатали. Напишите. А они сразу с ним публикуют. Но перебарщивать нельзя. Потому что кто они написали, кто я отрицаю, я железу, как они на меня накинулись. Я отрицаю, а значит, эти самые, методы мировой науки. А я виноват, что это мировая наука, не хороша там, а у нас нельзя. Вот это я хочу сказать. Так. Александр Выбор пишет. Подождём его письмо. И закончим. Александр Выборг, это наш человек. Там тоже беда. Там тоже беда в Выборге. Вообще этот северо-запад для меня это кошмар. Лучше бы это самое. Лучше бы не знать. Там не так трудно вырастить. Если я могу 100 кошек посадить, получить 90 деревьев, и они будут живы. Эти 90 деревьев через 5-8 лет. Ну пусть и 90, пусть и 8, пусть и 50. Чтобы на юго, а на северо-западе, ребята, это тысячи, тысячи, тысячи. А кто из вас тысячи закажет? Кто их вырастет? Их можно садить как помидоры. Их можно садить в 3 раза гуще, чем помидор. И пусть растут, и вот уже меньше. Ещё год, ещё меньше, ещё год, ещё меньше. И пусть из 1000 останутся 30. Но это навсегда. Это для науки. Это надо, чтобы мы, наука, брезгует этим заниматься. Но мы можем, ну что такое тысяча косточек сейчас-то? В наше время. 15 тысяч рублей. Он думал, когда узнаем у москвичей, 200 тысяч, это маленькая зарплата. Что только 15 тысяч? Это у нас 15 тысяч может быть, месяцная зарплата. А там это в ресторане, в Красноярске, был такой, арфавильный назвали. 15 тысяч это только это. За один вечер в ресторане, ну за столик, значит, 4 человека, не расплатишься за эту столик, 15 тысяч. А здесь тысяча кустик. Сидеска лет, новый шар для этого. Это фактически отборного шарта, который терпит эти же самые. где морозы, где влажны. А, ребят? Ну вот посмотрим. Марина Кудина. Иркутская поздняя весна, все сады цветут и попали по замуж. Красота. Мариночка, миленькая какая-то. Я вас хорошо знаю, я вас люблю, я вас целую. Вот. Так, минуточку. Прямо сюда звонит один из наших ампетитических санавонов. Ну что, ответим? Так. Иван Федорович, вы ворвались прямо на вебинар. Для этого нужны особые причины. Слушай вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю, что у вас уже темно, у меня немножко связь пропала, сейчас не слыхал. Мы на сцене, я понял. Давайте так, сейчас идет вебинар, он заканчивается. Вы, наверное, не участвовали. Да, нет, я участвовал, я смотрел, большую часть я смотрел и как бы это, хотел это, в темящество. Давайте, темящество. Темящество. Ой, наверное, ничего не получится, явно связи нет. Я передвинусь, сейчас я сделаю некую геометрическую прогрессию, я передвинусь к Wi-Fi. Слышно? Да, я вас слышу, только это самое. Давайте, давайте, мы все-таки у вас поступим. Вы же авторитет. Так, алло, плохо слышно. Нет, это, Иван, я вас отключаю, не получился разговор, плохая связь. Я вас отключаю, хорошо? Да, конец разговора, я вебинара, я пою. Так, ну, не получилось, я с удовольствием бы его послушал, может, из наших. Вот, выходит лидеры, ну, так уж получилось, что разговор не получился. Так, итак, Иркутская весна, варина, еще сады цветут, ну, хоть тут, слава Богу, и причем Иркутская, вот Иркутская, это, о, о, вот, я вас поздравляю, сады цветут Иркутской, хоть тут обошлось. Выборг, Александр, вот такой у меня тоже вишни, сележь и некоторая сила, и зимой вишни ели живыми. У нас то и дело гибнуть деревья, нужно спокойно к этому садиться, орать больше. Ну, что я скажу, ну, Александр, я жму вашу руку, женщины я целую, а вас жму вашу руку. Спасибо за такой совет, орать надо больше. Так, теперь пишет Арсень, пишет Ака сама, земляк моего брата, тоже железо. Посмотрим, что он ему пишет. Сейчас пока он пишет, знаете, у меня же есть это, вот те, которые имел совесть, или не имел совести. Вот она, Минсельхоз, направляет обращение, подпись Коваленко, Валерия Владимировна, Минсельхоз, вот ее телефон. Где, где, простенье, вот тут. Вот интересно, она хоть одно дерево, выжжет, а у нее есть сад. Она почему не написала, что хочу с вами продружиться? Ведь ей же фильм отправили, ей получается. Так, вот. Вот этот самый ответ. Она готовила, от имени Министерства это не ответ. Это даже не это, не отписка. Это издевательство. Это говорит о том, что они вообще непонятно, чем заниматься. Я, знаете, что придумал? Когда будут готовы вот эти два фильма, вторая и третья серия, Баларыш Путина, да, вот она, ответит. И я этот фильм ей напрямую вышлю, чтобы она знала. Я не вышлю с ним и сработал. Скорее всего, никакой акции не будет, потому что я никто. Меня же как-то спросили мой статус, да, глава первенского хозяйства. Первое, это между уборщицами, между копателями, как ее называют, землю копают, земля копами, так, вот. Но это, хорошая, одна из самых низких в стране профессий. Я как фермер никакого веса не имею. Это не важно, лучший сад России, лучший притомник России, это никого не трогает. Самое главное, должность. Вот. Это не министерская должность. Вот. Поэтому вот здесь будет написано, ответить. И вот здесь будет вставлен фильм вот этот. вот так вот. И можете успокоиться, еще делать не буду. Посмотрим. Но пока возвращаемся к нам. Где мы будем теперь туда еще попасть обратно? Ищи попасть туда надо. О, я вырос на свою голову. Ах, что, идти длинным путем? Давайте длинным путем. Это я умею. Это я умею. Это я умею. Ищи попасть туда. Некоторые блогеры пересказывают ваши учения, ваши методики. Я им пишу комментарии, что надо быть честным, согласен от Железова, что это опыт его учения. Ах, спасибо вам, что вы меня поддержали. Это огромное для меня значительное. Я устал быть один. Устал страшно. Вы что думаете? Здесь это меня наполело. Вот это вот, да? Вот это вот. Вы откроете вот эти самые. Вы не увидите ни одного комментария. Когда где-то каких-то эти самые смотрят, кто-то написал 50-100 комментариев и одна глупость, а здесь какое-то молчание, какое-то зловещие молчание. И уже действительно, я так говорю, что со мной спорят беспорядок, и все просто молчат. И спорят ничего. Но и вопросы не задают. Так что всем спасибо, что вы где-то за меня заступаете. Спасибо.